всем привет блендер 2 и 8 и как обещал давайте проведем эксперимент именно по вопросу как здесь происходит лепка в скульптисе ну смысле режим скульптинга делал я в скульптисе альфа 6 именно аида и давайте посмотрим что да как здесь можно сделать именно в этом же плане открыли окошки редактор изображений подгрузим открыть десктоп первый референс и тут же проведем такую операцию открыть и открываем опять же десктоп второй референс вот такой аид у меня получился скульптис альфа 6 давно и вот такой вопрос надо шлепить да ну погнали только не будем сюда добавлять вот можно сейчас удалить куб и добавить допустим в мэш вот ювисферу экосферу что-то мне неохота с ними заморачиваться давайте сразу сделаем вот так вот файл новый и откроем скульптинг не сохранять и вот здесь уже повторим попытку с референсами если получится вот так вот откроем вот эту заголовок редактор изображений и уже здесь то подгрузим так десктоп первый референс подгружаем и опять же колесико прокручиваем смотрим здесь что да как вот это открываем редактор изображения прокручиваем колесико папка открыть десктоп и опять же второй референс ну вроде бы все ладушкам все хорошо да погнали косяки теперь смотрите вот эту фишку можно здесь убрать так все камера есть теперь давайте добавим вот эту штуку открою сбоку и добавлю какие клавиши я нажимаю screencast key вот эта вот штука и немножко и прибавлю так будет она тут работать не будет сейчас посмотрим все работает все нормально и вот такой вот вопрос если начинать вытягивать сферу да потом начинается ломка приходится идти в модификаторы модификаторы эту штуку не хотят исправлять да ну давайте попробуем как-нибудь все это дело обыграть так возьмем вот это вот наверное так что у нас grab попробуем нажимаем ф хотя бы давайте попробуем немножко разобраться как что здесь устроено control z вот находим симметрию вот она здесь вот находится первым делом на нее посмотрите если вам нужно симметрию наладить то она находится в этой так контексте и вот находится симметрия вот сейчас она стоит по иксу и можно делать по игре по z так радиальная сдвиг тайлов и так далее и вот такой вопрос если сейчас начать вытягивать вот эту челюсть то получится казус потом будет очень нехорошо с ней работать так уменьшим пока и давайте попробуем просто хотя бы поднабросать может это исправит положение вот таким вот образом немножко добавим массы чтобы уже ломалась хотя бы вот эта масса или хотя бы начать лепить уже вот с этого момента а потом посмотрим а control это дело все вдавливает shift все это дело выглаживать но вроде пока что-то еще более-менее нормально и получается так следом можно немножко шифтом у так вот здесь поддавливать control z или использовать допустим так вот это вот есть флатон очень я люблю скульпты с альфа 6 а также вот так и вот флатоном попробуем здесь сразу преобразить вот эту виски убрать чтобы меньше ковыряться и хотя бы сильно не ломать сетку будем тогда работать именно на добавлении так и вот плюс-минус болванка готова пока толком ничего не вытягивали ломки нет давайте попробуем прорезать shift зажимаем колесико немножко приблизить и вот где вот эта губа давайте ее наметим вот так вот немножко уведем ее вот в бок здесь потом тоже немножко дорежем наметим так эту губу потом можно будет долепить а здесь можно сгладить а вот через придется наверное добавлять постоянно так наметим теперь нос как я люблю скульптуре сработать вот так давайте и тут попробуем так череп опять же придется вытягивать но ничего мы его сейчас спланируем а потом уже может добавим так глаза тоже я не буду пролепливать я их наверно просто вырежу из общей массы вот так вот можно использовать f уменьшить кисть еще меньше и использовать вот эту вот функцию вот эту вот верхнюю здесь есть вот эти вот сила и размер кисти прибавлю силу и вот так немножко здесь приходится если скульптуре с альфа 6 можно работать смело то здесь приходится немножко осторожничать хотя принцип должен быть один и тот же и вот получается если сферу не вытягивать а вот так вот именно из общей массы все это начинать вырезать то вроде вы видите что что-то путнее возможно и получится так вот такая часть лица сделано сразу нужно отбить нос чтобы потом с ним не было мороки и немножко вот так вот ровно так немножко от объем сразу рот посмотрим на скулы вот эту часть можно потом сделать побольше наметим вот эту часть вот так вот и немножко отметим вот эту челюсть как она идет вот здесь уже должен быть сгиб и и получается вот эта часть ее можно все таки оттолкнуть от сферы и потом пройти ну наверное опять же флатаном моим любимым колесико приближает делаем кисть f побольше и все это дело лучше вот так вот наверное уплотнять ну пока вроде что-то такое еще вырисовывается если прижимать и не тянуть как только начинаешь сферу гнуть вытягивать все пиши пропала модель летит в тартарары так вот здесь вот тоже можно немножко флатаном череп оформить вот так наметим давайте теперь уши опять же используем драф f уменьшим кисть вот так и наверное прибавим еще силы наметим пока ухо ну а здесь уже можно силу уменьшить и можно потихоньку все это дело уже вот так вот прорисовывать кисть можно еще поменьше сделать f вот так и вот так вот здесь все набрасывать все происходит конечно дольше чем скульпт рис и за браш за браш можно смело уже рисовать теперь добавим размер кисти и вот здесь нам нужно именно вот это губа пока опять же если кто смотрел мои ролики не привязываемся точно к модели а делаем пока именно набросок вот здесь можно под набросать нос сделать его поострее потом будем с ним еще работать здесь опять же по губам можно пройти флатаном так что еще нам ну а через наверно надо добавлять прибавив опять же давление кисти набрасывать уже вот прям массой именно вот наброс что мне нравится идет двигать не обязательно можно просто нажимать он набрасывает как и скульпт рис альфа 6 так ну вот это вот тоже делаем попробуем наверное вот это грабом и кисть тогда сделаем побольше и посмотрим как через себя поведет вот так немножко подтягиваем сильно не надо и опять же вытягиваешь и в том сразу сглаживаем и опять подтягиваем это вот таким бы вариантом так вот эту губу надо еще вперед подать вот эту часть вы видите что если не так тянешь она начинает это дело все прижимать прижимать ломать и так далее челюсть еще потоньше приходится очень осторожничать это вот уже не интересно чуть больше начинаешь давить получается вот такие вот артефакты вот их надо постоянно наверно сглаживать так здесь пока так оставим и наметить надо именно вот эту шею чтобы в дальнейшем модель получалось более-менее так вот эту часть тоже немножко оттянуть но и в принципе можно долепить потом поработать немножко с чайником опять же аккуратно все надо тянуть не дай бог тут сильно что-то вытянешь это потом будет как я и сказал неприятный момент вот вы видите что уже как бы складка получилось и вот когда выглаживать начинаешь в принципе помогает но не очень так чтоб как бы хотелось добавлять добавлять не хочется ничего такого пока так так здесь делаем вот так немножко вот так челюсть преподаем вот эти глаза нужно теперь повыше чайник тоже побольше и поработать надо с носом вот так так уменьшаем кисть и аккуратно вот так это все книзу тянем опять же шифтом выглаживаем увидите что уже пошла ломка давайте попробуем теперь эксперимент если будем так добавлять все нос начал ломаться вот за что я и говорю теперь это исправит только наверно потом модификатор вот все вытягивание это дело тут не любит значит будем работать вот таким способом будем понемножку накидывать и выглаживать так что то в таком духе тут опять же вытягивать не будем добавим сразу горбинку побольше и ее выведем на череп да далек аид от первоначального но ничего опять же попробуем другую кисть уменьшим и вот так немножко все это надо припадать шифтом выглаживаем и вот так корректируем опять же можно использовать флаттен может быть он нас спасет ну и здесь вот чуть поменьше поменьше так какая кисть тумб опять же ф кисть побольше и вот когда вы начинаете именно вот нужно когда моделировать уже где-то вытягивать где-то подавать начинается вот такая неприятность неприятность подавать и вот на полу же и и с и и и ну и давайте теперь попробуем добавить вот этот горб, так тут чуть выгладим уменьшаем кисть и немножко здесь вот делаем вот эту вот складку вот так что-то получается где-то уменьшить именно силу нажатия и добавлять потихоньку теперь опять же нужно рот подтянуть, F побольше ну и здесь можно уже поработать опять же флатеном, F кисть поменьше и вот так все это дело здесь попримять мал-мал выровнять вот так немножко уменьшить скулы можно флатеном пройти нос немножко сделать более гладкий так сколько у меня тут время уже, время есть еще ну и наметим давайте, ладно, с лицом вроде понятно, что-то может произойти, что-то может получиться вот эту челюсть немножко приминаем опять же флатеном проходим добавляем немножко на низкой интенсивности вот такие вот добавления опять же можно пройти флатеном вот так вот немножко им тут поработать в принципе в зебраш или скульптис альфа 6 уже модель была готова здесь все приходится так сказать осторожничать так что еще тут ну и давайте добавим уже прибавим то интенсивность побольше и пойдем ва-банк именно вот эти вот усы теперь попробуем F кисть побольше и вот так все это дело вытянуть немножко вот так все это дело в виде пламени сплюснуть немножко бока сделать потоньше так ну и надо вот это вот чуть-чуть вот так все это дело вот таким вот образом вот таким вот образом немножко челюсть поменьше вот так ну и порисуем наверное немножко вот эти вот волосы так F делаем поменьше кисть и вот так это все хаотично в виде пламени можно поднабросать вот уже сверху видно где вытягивалась кисть кисть идет уже по-другому уже как бы ломается так вот эта штука есть вот такая ну и посмотрим как зубы добавлять получится или нет так сначала давайте еще больше наверное углубим вот эту часть уберем нажимаем control сначала F кисть прибавляем колесиком приближаем нажимаем control и попробуем все это дело немножко углубить шифтом немножко выгладить и опять немножко вот так вот уже неприятность ну не катастрофичная ну и немножко оформим опять же F уменьшаем кисточку и попробуем и попробуем вот эту часть немножко преобразить вот так теперь кисточку чуть побольше жмем control и немножко преображаем губы шифтом можно немножко их выгладить так ну и резко чтобы был более-менее внешний вид будем сейчас резать так вот так вот ставим намечаем где у носа тут будет пазух тут побольше уходит в бок так вот эту часть можно теперь растянуть немножко ее шифтом сделать помягче слишком выпирает и вот так и вот так где-то здесь делаем вот так а вот этот чайник все-таки нужно побольше сделать вот так вот таким вот образом вот вот кто вот это ode И получается весь смысл в чём? Вместо того, чтобы тянуть, желательно добавлять вот эти вот все массы. А если где-то надо Ctrl-Z, то можно, наверное, использовать кисточку и вдавливание почаще. Так, ну и вот эту часть. Так, ну и вот эту часть. Ну очень неудобно. Очень-очень, поверьте, это жесть. Что-то есть хорошо выходит, где-то получается не очень. Опять же кисточку чуть побольше, чайник чуть подать, вот так. Тут немножко тоже приподнять, а вот эту часть вот так где-то, наверное. А эту чуть-чуть пониже и вот эту челюсть ещё пониже. Вот так. Здесь сделать по мордате. Чуть-чуть глаза развести. Вот такой стилизованный АИД в принципе получается. Ну так-то неплохо. Нормально. В скульпте с Альфа-6 или в The Brush сейчас можно его бериком доделать. Красавец будет. А вот с челюстью вообще проблемы. Ну давайте, ладно, всё, в принципе эксперимент прошёл. Лепить можно, в принципе получается. Вот здесь вот тело, да, уже можно добавить, наверное, с другой сферы. Так. Snake Hook. Так, объектный режим. Добавим. И добавим. Давайте. Мэш и добавим. Ну давайте опять. Ювисферу. Теперь получается трансформом. Нажимаем L. Переходим в режим редактирования. Переключаемся на трансформ. И вот так вот всё это дело перетягиваем. Вот таким образом. Следом можно всё это дело, наверное, S прибавить. Ну и переключимся. Так, подразделить можете. Подразделить. Добавим подразделение. Больше правая кнопка мыши и сабдивизии. Теперь режим скульптинга. Ну и можно теперь это дело вот так как-то немножко преобразовать. Вот таким вот образом. Ну и здесь зайдём в режим редактирования. Сбросим выделение. Объектный режим. Переключимся на голову. И опять же режим скульптинга. Вот теперь можно работать головой не трогая вот эту часть. Прикольная тоже штука. Так. Ну нам нужно тело. Объектный режим. Переключаемся на это дело. И опять же режим скульптинга. Так. Всё это можно выглаживать. И опять же поработать ваттином. Вот так. Где-то оформить плечи. Где-то вот так подобрать. Ну и опять же попробуем врезку. Вот такая штука. А ну-ка попробуем теперь всё это дело подразделить. И добавить мультирезолюцию. И подразделить. Вот уже вообще интересней стало. Симпатичней. Ну и опять же объектный режим. Переключаемся на голову. И режим скульптинга. Так. Так,стану. Так. Так, чтобы вы достиноч ingесли его. так вот эту челюсть чуть подальше вот эту часть чуть чуть поближе так мы попробуем наверно зубы как у нас будет делаться зубы если поработать маской давайте нижнюю так как-то вот маска наносится плохо сделаем control и и попробуем все это дело вытянуть посмотрим что получится в принципе кривые не кривые зубы получаются и немножко их вот так ну конечно зубы не очень так снимаем маску control переключаемся на маску control выделяем и снимаем маску со всего объекта ну так то зубы не чёток если их сейчас долепить доделать в принципе вид нормальный будет иметь так все это хорошо вот теперь зубы срослись с этими с верхней губой так попробуем голове теперь добавить модификатор мульт резолюцию и подразделите и и вот теперь когда подразделили попробуем шифтом все это дело выгладить в принципе выглаживается нормально немножко пройдем теперь резко опять же уменьшим кисточку вот здесь не так ну вот что то в таком деле получается здесь уже опять же нужно пройти флатаном и уже начинает немножко подтормаживать пока немножко но если дальше вот так вот доделывать персонаж то по моему будет казус ну в принципе если руку набить то потихоньку поняв материал как тут все происходит можно сделать неплохого персонажа вот сейчас 196 мегабайт весит этот гражданин в принципе немного я думал поначалу что будет гнать его еще больше здесь тоже подровняем вот таким образом старый какой-то аид видать уже в годах получился ну ничего принципе нормально так вот эту еще добавлю сейчас часть так что-то он после раз хотел рисовать так мы немножко вытянем и на этом закончим наверное тянет да не то значит надо все это дело замаскировать жмем маску жмем контрол и ставим есть побольше и вот так так он будет и попробуем все это дело вытянуть вот так немножко вдавить и сразу проверим как это все тут пролепливается в маске так шифтом сразу можно выгладить и немножко кое-где вот так вот дорисовать теперь переключаемся на маску и контрол выделяем снимаем ну в принципе заготовка нормального так вот сбоку уже похож немного корректировок и принципе можно сделать нормального аида все всем пока до свидания вот такой вариант лепки и вот так все это дело здесь получается все пока вот так вот